Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию большая тема Марты «Окно в новый мир. Взаимодействие тонких тел человека с его энергоинформационным полем». Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Итак, продолжим разговор о вашем поэтапном продвижении в новое высоковибрационное пространство. И сегодня я хочу рассказать вам еще об одной тонкости этого процесса. На самом деле, этапы вашего пробуждения связаны не только с расширением и более глубоким пониманием энергоинформационной составляющей вашей жизни, но также и с изменением, разрежением ваших тонких тел. Поскольку каждое из этих тонких тел человека несет в себе не только ту или иную энергию, но и определенную информацию о человеке, то все его тонкие тела находятся в тесном взаимодействии с энергоинформационным полем человека. Можно даже сказать, что они составляют с ним единое целое. Для наглядности давайте рассмотрим, как влияют на мировоззрение человека его чакры и тонкие тела. Поскольку все люди разные, со своим характером, темпераментом, уровнем физического и духовного развития, то и тонкие тела человека несут в себе только ему свойственные особенности. Именно поэтому на одни и те же события человек смотрит по-своему. Одного они пугают, другого радуют, третьего наталкивают на глубокие размышления. Все зависит от того, какие чакры и соответствующие им тонкие тела наиболее развиты у этого человека. И особенно ярко это проявляется сейчас, когда хаос воцарился во всех областях вашей жизни. Кто-то пребывает в панике и страхе перед будущим, а кто-то радуется этому хаосу, понимая, что только через кризис и слом старой системы управления вашей планетой человечество может выйти на следующий уровень своего развития и начать строить новую счастливую жизнь. У первых превалируют нижние чакры, отвечающие за выживание, а у вторых верхние, позволяющие им видеть перспективу развития событий. И собственно первая категория людей находится на первом этапе пробуждения, проживая кризис, разворачивающийся не только во внешнем мире, но и в их собственных душах. А вторая категория людей успешно проходит уже следующие этапы – раскрытие и осознание новой реальности. А значит и энергоинформационные составляющие жизни этих людей значительно отличаются друг от друга. На этом мы остановимся сегодня, любящий вас. Безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Приняла Марта. Вы прослушали тему взаимодействия тонких тел человека с его энергоинформационным полем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...